Я думаю, меня уже многие знают. Я работаю по Железову. Скажем так, в основном по Железову. Это не значит, что Железов и все, и больше ничего нет. Нет, есть, но основная концепция это Железово. Есть такие книги замечательные, которые я распространяла. Северный сад. Сотвори чудо своими руками. И записки зачарованных сибирского садовода. Есть вот такая брошюрка. Кстати, брошюру можно еще купить. Она по цене автора идет. Это не очень дорого. Пока только первый выпуск. Их будет 12. В каждом выпуске своя тема. И работаю по Людмиле Ивановой Далматовой. Это ее книги. И Лакмастика Далматова. Это тоже я распространяла. Это тоже все от автора. Чтобы быть уже наверняка уверенным. Это все точно от автора. Я с ними работаю. Я с ними созваниваюсь. Я с ними дружу. Переписываемся. В общем, спрашиваем. Теперь, что такое по железу. А, кстати. Да, что такое по железу. А, кстати. И еще. Чем я пользуюсь? Ну, прошу прощения на беспорядок. Верь, я тут нагрянула. Так. Это у меня Байкал-Эм. Все это продается в магазине органического земледелия. Байкал-Эм. Сияние. Липидоциты. Битоксибацилины. Это все биопрепараты. НВ-101. Это реаниматор сада. Экоберины. Здоровый сад. Это все есть в магазине. Пожалуйста, покупайте. Не травите себя химией. Живите дружно и счастливо. И берегите свое здоровье. Теперь, что такое железов. Что такое садоводство по железову. В общем, концепция такая. Выращивание здорового сада. Выращивание бюджетного сада. Я сейчас про прививки просто молчу. Потому что не каждый хочет заниматься прививками. Не каждый это может делать. Проще купить готовый саженец. Но если захочется вырастить сад своими руками. Пожалуйста, косточкой. Косточки. Они в основном повторяют свойства материнские. В основном. Практически на 90%. Семечковые. Тут спорный вопрос. Я даже не буду говорить про семечковые. Потому что там нет. А косточки, да. Ну, теперь давайте посмотрим. Что у меня из косточек. Вот это все сливы. Вот они цветут. Это все сливы из косточек. Они уже, ну, если честно, уже даже не помню, в каком году я их садила. Может быть, в 16. Ну, года 3 или 4, кстати, они уже плодоносят. Плодоносят. Препрасно. Там дальше слива самая высокая, желтая. Она не из косточки. Мне просто подарили саженец. Все остальное из косточки. Ага, запах-то. Запах просто не передать. Вот это черная вишня. Но я их буду убирать, потому что в свое время насадила их очень много. Места нет. Смотрите, сколько пчел летает, опыляют. Поэтому вишни и бесеи, они тоже из косточек. Видите, уже цветут. Ей надо много места. И, конечно, солнце. Вот это все я буду убирать. Все вот это вишни войлочные. Это из косточек. Сливы из косточек. Все прекрасно растет. Да, плоды не очень крупные. Сгрецкий орех. Может быть, чуть больше. Может быть, чуть меньше. Но в среднем так. Но вкус от этого не меняется. А если не меняется вкус, то какая разница, какого размера плод. Правильно? Главное, он вкусный. Так, авторотно здесь все надо торчевать. Это все вишни. Это все сливы. Это все вишни. Так, дальше пойдемте посмотрим еще. Это абрикос из косточек. Был посажен зиму, осенью с 15 на 16 год. Но абрикос нужно садить из косточки сразу на постоянное место. Потому что у него хороший стержневой корень, который сам себе найдет и воду, и пропитание, и все. И пересадка, ну, нежелательно, можно даже сказать, недопустимо. Ну, у нас такого не всегда получается. Поэтому я его пересаживала несколько раз. Сначала в одном месте, потом в другом. И вот это его уже постоянное место. Но, тем не менее, он уже вот цветет. В 16 году весной он у меня весь встал, весь поднялся. Я думаю, что его проросло, наверное, даже больше, чем я садил этих косточек. Но, тем не менее, вот цветет. Там дальше тоже есть еще абрикосы. Тоже из косточек тоже начали цвести. Это первый год он начал цвести. То есть, фактически, ему сколько сейчас? Четыре года в 16 году? В 16 он поднялся, да. Да, на 4 год. Я считаю, что это очень даже неплохо. Обычно это из косточек может даже на 7-й, на 6-й быть. Еще в придачу я его пересаживала два раза. Поэтому пересадка нежелательна. Пойдемте. Не делайте как я. Да, не делайте. Это тоже из косточек? Да, нет. Это не из косточек. Из косточек там. Они из косточек, но мне просто их дали уже как с сеянцами. Знакомые. Но они так же самое выросли из косточек. Пойдемте. Это все в лесу волочные. Вот они абрикосы. Те, которые из косточек. Вот они тоже цветут. Вон еще цвет. Видите? Они по пятеночке начали цвететь. Осторожно. Вот они цветут. Это у меня косточки сидят. Вот они сливы поднялись. Вот видите? Вот они. А почему сливы? Эти две поднялись в прошлом году. Эти уже начали в этом году подниматься. Почему? Потому что сливы имеют такую тенденцию. Они могут на второй год только. Они могут год просидеть в земле и потом только подняться. Могут и сразу подняться. Но вот почему-то у меня они на второй год все поднимаются. Не знаю почему. Теперь я хочу вам показать, как из косточки вылезает сиенец. И на какую глубину садить косточку. Многие спрашивают, на какую глубину садим косточки. Не на какую. Вот как она упала, так она и должна расти. Пойдемте я покажу. Теперь надо наклониться. Укрупнить, чтобы видно было. Видно, да? Теперь смотрите. Вот это вишня войлочная. Вот она цветет. Потом будут плоды. Они у нас падают. Плоды. Вот допустим он упал, да? Он раскис. И появилась вот такая косточка. Вот видите? Она просто упала. Осенью. И из нее появился сиенец. Вот видите? Такой маленький. Да, такой маленький. Он появился в этом году. Вот это вот семидольные. Потом распустит семидольные листочки. Вот это уже второй год. Сиенцу вот этому. Он уже прошлый год вывез. А теперь смотрите. Видите, упала. Я ее не могу. Так, укрупняй. Вот. Вот она раскрылась. И вот она. Вот у нее корешок. Я его даже не могу поднять. Почему? Потому что корешок уже пошел вниз. А вот эта, она потом станет вот такой. Вот они, косточки падают. Видите? Эта не проросла. Вот она. Эта не проросла. Эта. Ух ты! Я ее поддела. Вот смотрите. Видите? Прорастает. А я ее вытащила. Вот так они прорастают. Но мы ее сейчас сделаем. И она вот так вот. Вот они. А теперь смотрите. Вот многие спрашивают. Вот смотрите. Видите? Так, Виолетта, вот здесь покажи. Вот. Она. Я ее не могу. Видите, она корешок пошла давать. Все. Она потом станет вот таким же вот вылезет. Что я хочу сказать? На какую глубину? Не на какую глубину. То есть, единственное, что можно сделать. Если вы садите косточками, когда косточек мало, сделали небольшой холмик. Посадили вот эту косточку в холмик сантиметра на два. И когда она выросла, вы очень аккуратно этот холмик вот так раскопали, чтобы эта косточка, вот она. Видите? Чтобы семидольные листики всегда остались наверху. Ни в коем случае не в земле. Потому что именно эта корневая шейка, корневая шейка всегда должна остаться на улице, не под землей. И еще многие спрашивают, сколько надо брать. Мне хватит два косточки, мне хватит два дерева. Вот. Вы возьмете два, две косточки, а они у вас, вот они, лежат и не прорастают. Поэтому вот они, видите, лежат и не прорастают. А проросло сколько-то всего. Поэтому оптимальное, сколько косточек надо брать, чтобы хотя бы два дерева было, десять. Из десяти, если два будет, это будет замечательно. Из десяти может вырасти и десять. Вот так. Вот это все, что я хотела сказать. Вот. Видишь? Вот они. Вот они все прорастают. Вот они. Это все вишни. Вот она. Видите? Она даже, ну корешок уже там, зацепился за землю. Вот так вот прорастают косточки. Потом вырастает из этого сеянца вот такой куст замечательный, который будет давать очень вкусные плоды. И очень много, да? Замечательно и много. Да. Замечательно и много. Девать некуда некоторым. Девать некоторым некуда. Подкупают холодильные камеры. Да, морозилками. И потом. Все, что вы видите, это не обязательно призыв к действию. Это просто опыт. У вас может быть так, у другого по-другому. Но все все равно должно быть как-то теоризировано. Какая-то теория должна быть. Так просто посадил и забыл, но не будет расти. Все равно нужен уход. Все равно нужен уход. Что еще вам сказать? Что еще показать? Жимолость. Жимолость. Яблоненахолник. Яблоненахолник. Давайте посмотрим. Опять же. Ну, может быть, именно так и не надо. Потому что вот это все должно остаться чистым. Просто некогда. Хотя бы корневая шейка, она всегда должна остаться чистой. Без всяких, вот эта растительность не должна ее теребить. Для чего нужен холмик? Чтобы вот эта корневая шейка всегда оставалась сухой. Почему? Потому что зимой идет, лежит снег. Весной начинает таять. Летом идут дожди. И если эта сидит в ямке, в ямке собирается вода. Извиняюсь. В ямке собирается вода. Корневая шейка преет. Здесь, на холмике, вода уходит вниз. Холмико. Шейка всегда сухая. Давайте зайдем в лес и посмотрим, встанем на дерево. Идет дождь проливной. Куда мы встаем по дереву? Мы прячемся поближе к стволу, к штамбу. Почему? Потому что здесь крона. И здесь сухо. Теперь обрезка. Ну, больной вопрос для всех. Когда мы начинаем кромсать крону. Вообще, для чего нужна крона дереву? Допустим, здесь листик идет дождь. Он на один листик попал. Он на другой листик попал. На третий. И постепенно он попадает на периметр кроны. Почему? Чтобы уберечь корневую шейку от выпривания. Когда мы вот это обрезаем, как говорят, чтобы пролетел воробей, да? Что? Идет дождь. Куда он попадает? Дождь попадает сразу сюда, внутрь. И корневая шейка начинает мокнуть и преть. Отсюда все болячки. Все болячки. Это во-первых. Во-вторых, каждая обрезка снижает зимостойкость дерева. Ну, мы не на юге. На юге там можно кромсать вдоль и поперек. У нас нет. Поэтому крона нужна, чтобы сохранить корневую шейку от выпривания. Листик за листиком. Посмотрите, как в природе идет дождь. Вот так. И попадает по периметру кроны. Если мы все вырежем, дождь будет идти прямо в корневую шейку. А если еще посажено в ямку, там будет собираться вода и постоянно преть. Все. Я думаю, вопросов больше быть не может. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok